Пётр Маркович Кошка Среди множества доблестных защитников, осаждённого в Крымскую войну Севастополя, неувидаемой славой покрыл своё имя матрос Пётр Кошка, сделавшийся всероссийской знаменитостью благодаря своему бесстрашию, находчивости и героизму. Семерых одним махом побьёт, да ещё с десяток в плен уведёт, так отзывались о нём современники. Пётр Маркович Кошка родился 10 января 1828 года в семье малороссийского крепостного крестьянина. Семь-все мальчик был доволен, никакой нужды не знал. Вот теперь всё испытал, Севастополя ты попал. В 21 год Петра забрали в рекруты и определили матросом 30-го флотского экипажа Черноморского флота. Боевое крещение матрос Пётр Кошка получил в Синопском сражении 1853 года, когда русские корабли под руководством адмирала Нахимова уничтожили турецкую эскадру. В ходе боя Кошка оказался в самом пекле, сражался с турками храбро, показал себя с лучшей стороны, проявив полнейшее презрение к смерти. В 1854 году, в разгар Крымской войны, Кошка в числе многих других матросов был направлен на берег, на подкрепление защитников Севастопольской крепости. Здесь, в ходе 349-дневной обороны Севастополя, боец третьего бастиона, 26-летний матрос Кошка, навеки вписал своё имя в пантеон русских героев. А имя его стало легендарным и вошло в историю как символ яркого народного характера и олицетворения лучших качеств русского солдата. Пётр Кошка стал одним из ночных охотников, добровольцев-разведчиков, которые совершали ночные вылазки в траншеи противника. Не раз ходил он в ночные атаки, вызывался для участия в разведывательных операциях, причём часто отправлялся на дело в одиночку. Отвага и смекалка помогали русскому матросу находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, атаковать численно превосходящего противника и совершать дерзкие выходки прямо у врага под носом, всякий раз возвращаясь на свои позиции целым и невредимым, да ещё и с ценными трофеями. Не раз брал он вражеских языков, как солдат, так и офицеров, захватывал нарезные английские штуцеры, которые стреляли дальше и точнее гладкоствольных русских ружей, приносил инструмент, провиант, добывал ценные сведения. Во время одной из таких вылазок, вооружённой одним лишь только ножом, Кошка взял в плен трёх растерявшихся французских офицеров. Во время другой под огнём врага вырыл перед самой неприятельской траншеей, кощунственно закопанная по пояс в землю, тело погибшего русского сапёра и доставил его на русские позиции. А однажды, бросившись на обедавших французов с криком «Ура! В атаку!», обратил их в бегство, отбив в качестве трофея варёную говяжью ногу. В другой раз матрос-кошка прямо из-под носа у англичан увёл прекрасного скакуна. Увидев, что конь оказался на нейтральной территории, которая прекрасно простреливалась вражескими солдатами, смекалистый солдат прикинулся дезертиром. Под аккомпанемент холостых выстрелов своих сослуживцев он бросился с поднятыми руками в сторону прекратившего стрельбу врага и, добежав до коня, быстро вскочил на него и повернул к своим. Коня кошка продал потом за 50 рублей, отдав деньги на памятник геройски погибшему другу, матросу Игнатию Шевченко, грудью закрывшему в схватке с французами лейтенанта Берилёва, под началом которого не раз они вместе ходили на врага. Сам же кошка в том бою с французами получил штаковую рану в живот, едва не стоившую ему жизни. Спас прославленного героя выдающийся российский хирург Пирогов. В августе 1855 года герой был ранен еще раз в руку. Прославился кошка и спасением вице-адмирала Корнилова. Когда под ноги адмирала упала вражеская бомба, нерастерявшийся матрос бросил ее в стоящий рядом котел с кашей. Фитиль бомбы затух, и взрыва не произошло. В первых рядах наших прославленных удальцов находится известный матрос-кошка. Лицо необыкновенной не по одной только львиной храбрости, но и главное, повсегдашней, остроумной находчивости во всем и ничем не возмутимому хладнокровию, писали о Петре-кошке газеты. А хирург Пирогов вспоминал о своем пациенте. Он сделался знаменитым человеком. Кошка этот участвовал во всех вылазках, да и не только ночью, но и днем чудеса делал под выстрелами. По словам же Боцмана Рыбакова, кошка был молодец редкой отваги. За свои подвиги матрос Петр Кошка награжден был двумя георгиевскими крестами, четырьмя медалями, произведен в унтер-офицерский чин и представлен великим князьям Николаю Николаевичу и Михаилу Николаевичу, прибывшим из Петербурга в Севастополь. А императрица Мария Александровна прислала моряку герою в качестве высочайшего благоволения золотой нательный крест на голубой ленте, который он носил на выпуск как награду. После войны доблестный защитник Севастополя получил право на увольнение и бессрочный отпуск и в конце 1856 года отбыл на жительство в родное село. Однако в 1863 году в связи с польским восстанием Кошку вновь призвали на флот, зачислив в восьмой флотский экипаж, располагавшийся в Санкт-Петербурге. За время службы герой ежегодно участвовал в парадах георгиевских кавалеров, посещал Зимний дворец. По окончании службы Кошки назначили пенсию и отправили домой. Скончался Петр Кошка 13 февраля 1882 года в возрасте 54 лет от простуды, подорвав свое здоровье после того, как спас из ледяной воды провалившихся под лед девочек. Россия оценила мужество и героизм Петра Кошки. В Севастополе, неподалеку от третьего бастиона, стоит памятник доблестному матросу. Изображен он выбрасывающим упавшую в окоп бомбу и на памятнике Корнилову. Бюст Кошки также установлен в нише фасада здания панорамы обороны Севастополя. Имя героя носят улицы Киева, Днепропетровска, Донецка и других городов. Редактор субтитров А.Семкин